Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мне грешно. Многие просят озвучить проповеди, считать нет времени, а так, говорит, очень удобно. И посмотреть можно, и включить, саму заниматься чем-то. И вот мы озвучим проповеди, не проповеди, занятия, которые были в Потеряевке, я проводил их с 91-го года, когда Потеряевку начали восстанавливать, наше родное село, Мамонтовска района Алтайского края. И у Игоря Барабаша был магнитофон, и он записывал. Где-то перевернет, а дальше то ли не запишет, и так оборванные. Но есть и законченные. 123. Занятие сохранилось. Это уже что-то. И далее. Дерзновение. Сколько труда нужно положить, чтобы пробиться к высокому начальству? Значит, где-то батюшка ездил, вернулся, рассказал, и у меня сразу занятие на эту тему. О чем бы ни было, насекомые, комары начали появляться, у меня сразу насекомых. Дорогу стали делать, дорога. Инструмент купили, там два молотка, инструменты. То есть абсолютно все и везде нужно увидеть, как оно соединяется с Библией, с другими местами. А как это так? Не знаю. Сказали тема, и тема, она сразу родилась. Притом это иногда говорю, прям тут же сходу. Давай. Сколько труда, и знакомства, и взятки только иногда могут помочь. А Богу этого ничего не нужно. Когда мы к Нему приходим прямо, и Он принимает в любое время, без выходных, без времени, от и до. Только шагнули, и уже слышится Отче наш. Мы приходим с крестным знамением, потому что это оружие на дьявола. Сектанты все боятся Его и не знаменуются этим животворящим крестом, как неизбранные, которым не вручено это знамя. У нас это знамя всюду и везде, и на нас, и при крещении, и при водосвятии, и на храмах, и на могилах. Вот стоят сектанты, поют хорошо, зайдем на Голгофу, мой брат, выходят здорово, все до одного бритые, все с огромными галстуками, галстуки висят. Зачем эта удавка масонская? Масонская удавка. И чтобы без галстука и быть застегнутым, ни одного нету. И даже вчера смотрели мы Сорос, который в революции все это делает, тоже расстегнуты так. Масоны все в галстуке или расстегнуты? Это из одного мешка. Зачем ты расстегиваешься? Галстук а не ночью расстегиваешься. Ты должен создать встречное течение. Что за этим, я не знаю, но что-то есть. Зачем галстук? Зачем? Галстук. Это означает шейный платок. Не больше закрывались, как шар. Тут понятно. Летом и болтается у него это, и идет все при том. И Гитлер в галстуке. Но я ни разу не видел Сталина в галстуке. Вот удивительное дело. То ли он не принадлежал к масонам, то ли еще... Ленин, это другое дело. И это знамя любви, то, что связало с сатану. Дьявол наводит на человека такие обольстительные сны, Что человек встает и начинает верить. Вчера сбылось и сегодня сбудется обязательно. Но если во сне был крест виден, то сон от Бога. Другого определения истинности сна нет. Дьявол может наиву явиться даже в виде креста. Хотя все это призрачно. В виде Божьей Матери. Но крест не может показать. Иоанн Касьян пишет об этом. Это не я выдумываю. У него нет материала на это. Смирение, кротость и воздержание. Желая кротости, значит, со Христом. Желая на своем настоять, тебя сразу же валит налево. Глупость какую-то возьмет человек и давит, и давит на это. И никакие доводы нельзя. Ну, как это может плотник и быть спасителем? Тебе не надо рассуждать, вера или не вера. Проси у Бога. Дальше. Желая только для себя. Это остается слева. Право Отче наш, сущий на небесах. Это направо. Искание своего уже поворот налево. Избави меня от лукавого. Уже потянуло направо. Назвать Отцом Бога это накладывать большую обязанность. Быть достойным своего Отца. Поэтому приобретение опыта идет с младенчества. С ощущений. Иоанна 15.3. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Ну, а так взять нравственно 100 баптистов, 100 православных. Кто живет более, ну, по гражданским законам. Там не пьет, не курит, не ругается. Конечно, баптисты. Да как же, они же не в церкви. Вот правило. 15.3. Иоанна. Они очищены через Слово Божие. Они слышат. Они это знают. Любые сектанты. Они лучше православных. А опыт, который мы приобретаем, надолго ли он нужен? Кое-что только в этой жизни. Молитва Отче наш вечности не нужна будет, потому что лукавого там нет. Хлеб уже не нужен. Двери там не запираются. Дьявол уже связан окончательно. Откровение 19.20. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он оболестил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображений. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое. Откровение 20.15. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. О прощении грехов просить уже не нужно будет в раю. Там уже все чистое. Откровение 21.27. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнца в книге жизни. Опасность в наших каких-то предположениях, настаиваниях на своем. Вот стих какой. Это ложь. Ложный постулат человек какой-то избирает, и он не может от него отойти. Почему? Дух лжи вошел в уста. И доказывать ничего не надо. Ты обязательно какое-то место в Библии будешь подкапывать, неправильно там написанный, неправильный перевод. То есть речь идет, что бунт против Бога, против труда Духа Святого, который не написан у агнца в книге жизни. Ну вот это только один раз посмотрел, ужас какой. Это неправда. Все доказывают, неправда это. Неправда, что ты говоришь. Нет, я стою на своем. Стою на своем. Почему? Ну вопрос-то можно задать. Но абсолютно все понимают по-другому. Ну, неужели не понятно, что верующий имеет большую крепость? Нет? Меня допрашивал Мазур Моисей Ааронович. Ну, что сравнивать, когда арестовали, психиатрия судебная была. Ну, а как вы считаете, вот вы говорите, Варвара, великомущенница Екатерина, а вот Зоя Космодеменская, чей подвиг выше? Понятно? А до этого спрашиваю, это вы голоса какие-то слышите? Это приехал там доцент или профессор с Москвы, с Сербского института, это название института, чтобы меня проверить. Остальные их выпускают, а меня держат и держат. Наконец, я говорю, слышу голоса. А какие? Я говорю, матерятся за дверью у вас. Вот я слышу. А теперь, чей подвиг выше? Я говорю, конечно, Зоя Космодеменская. А почему? Да потому, что Зоя Космодеменская, что о ней пишут-то? Мы не знаем, ну как, берем биографию, написанную в газетах везде, что она ничего не ожидала. Она знала, уходит навсегда с этой прекрасной жизнью. Не будет у ней ничего, о чем она думала. А Варвара она знала, сегодня палец оторвали, тело в груди отрезали, бросили, она их вот этот же день получает назад. Что сравнивать-то? Это подвиг Александра Матросова, который бросился, это выше всех подвигов святых. Почему? У него ничего впереди не было. Нету. И он должен преодолеть страх уничтожения. А святой, режь, бей, я сегодня все получу от Бога. Правильно рассудили. Этот мне психиатр говорит. Я тоже так думал. Не то, что они получат больше, они ничего не получат за великий подвиг, а мы получим за стойкость. Дальше. Когда людям об этом говоришь, то они удивляются. Как же это так? И молитва Господи Иисусе Христе тоже временная. Там ни о каком помиловании не может и речи быть. Почему даже такое простое, что очень наша временная молитва. Я ни разу ни у кого не слыхал, даже у Златоуста. Но я говорю, понятно, конечно, понятно. Там совсем... Ну почему не говорили-то никогда? Оно прямо само просится. Иисус его молитву считает, а там ее не будет. Где-то он к этому привык эту мантру считать. На небе уже все. Или все. Все навсегда помилованы. И они будут петь только песнь хвалы Богу. А что же тогда вечное? Аллилуйя. Это вечная песня. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Это вечное. А то, что люди добавили, помилуй нас, это снова будет ликвидировано. А то люди добавили. Почему? Помилуй нас, избавь нас, сохрани нас. Это все означает выведи из-под власти дьявола. Откровение 20. А дьявол, прельщавший их, вежен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Слово «вещи» сможет толковать по-разному. Но тут день и ночь, а там ночи и дня тоже нет. Тоже непонятно. Сам по себе человек не может быть нейтральным. Он занимает положение только справа или слева. И когда в центре всего снова окажется Христос, тогда наступит страшный суд. И тогда опять будет приглашение. Матфея 25, 34. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приедите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Это скажет стоящим справа. А стоящим слева совсем другой интонацией будет. Манифест превозглашен. То, чего они добивались, теперь получат полной и не разбавленной чашей. Матфея 25, 41. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его». Откровение 14, 10. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне, и сери пред святыми ангелами и пред Агнцем». То есть они видят ангелы и Агнец. Про людей не написано. «Одни всех видели, и до всего им было дело, и про себя забывали, отреклись от самих себя. А эти никого, кроме себя, не видели. Все полагали в удовольствие, которым так и не насытились, и захлебнулись. Если бы Христос пришел в такой форме, чтобы материя была намотана через плечо, как рисуют и в сандалиях, и лебосиком, то обязательно мы бы его перехватили до своей хаты. Какую-то бы обувь стоптанную выделили бы ему, и в дом бы приняли. Нам же в царство небесное охота вот так. Вот как охота! Вот как, а вот как. Одного из малых сих. И что делается против ближнего, это все будет потом усвоено самим Христом. Что делали против Него. Дианя 9.5. Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Вот какую-то истину Бог дал, все понятно. И человек на своем настаившем, против рожна прешь. А что такое рожна? Это рог, боролся, насаживался на палку, как черешок этим поддевали, когда человека. Человек идет против рожна. Он пытается доказать, ничего не докажет. Иконы идолы. Я говорю, «На каком ты основании говоришь?» Показываю. Он против рожна прет. Меня никогда не убедишь, и убедить нельзя. Сектантов этих, еретиков, ну может быть, 400 миллионов. Можно убедить? Никого не убедишь. Их много? Я уж сколько с ними встречался? Десятки лет. Притом ясно-ясно написано. Ну, открой Библию, написано, «Пища нас Богу не приближает и не отдаляет». Я говорю, «Не написано, не отдаляет». Ничего нельзя. Он против рожна прет. Церковь, там где священство, нет? Ну от вас отделились тоже церковь? Да сколько их церквей-то? 21 тысяча сегодня насчитывается. И каждый против рожна прет. Зачем? Когда Бог говорит, «Я создам церковь, и создал ее в горнице сионской». И вторая, как можно сказать, половинка двери открывается в доме Корнили, Деяние 10 глава, вторая, десятая, вот церковь. А вы-то откуда взяли спустя 15 столетий? Не, абсолютно не слышат. Я в Германии беседовал, где только не было эти, по-другому люди понимают. Он не слышит. Ну как же, папа, ну что вы говорите? Да папа это на месте Христа на земле. И папу Бог велел брить 80 лет встречием. Ну, ну откуда вы взяли, что папа наместник? Папа глава церкви. Да нет же, Христос говорит глава церкви. Показа 1, 18 колоссиным. Сумел убедить? Не одного. Никак. Почему? А он упертый. Против рожна прет. Ну я показываю, место писания я. Определенная щетка. Он глава церкви. Ну да. А церковь, тело его какое? Ну им основано было. Кто в теле находится? Видно, царствие Божие внутри вас есть. У папы-то ни одного, может, качества этого нету. И далее. Захария 2, 8. Ибо так говорит Господь Саваоф. Для славы Он послал меня к народам, к грабившим вас. Ибо касающиеся вас касаются зеницы ока его. Вот это да. Вот кто мы такие. Люди мира и сего вообще не знают, кто такие дети Божии. И потому он так обращается с ними, как с презренными. Мы всего лишь слуги его и посланы впереди его. А он припаздывает немного. Скоро он придет. Матфея 25, 5. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. То как уснули? Как говорят, да ослабели духовно. Да нет же, конечно. Многие заболели и отошли в вечность. Вот, вдруг наш лазарь уснул, ушел в вечность. А почему вы так думаете? Да потому, что написано, причина-то в нем, он замедлил. И уснули. Уснули не потому, что перестали доброе дело делать. Он замедлил, где тысячи лет его нету. И уснули все. Но будет момент, когда он снова явится уже видимый всему миру. И что же будет тогда с теми, кто не принял посланников Христа? А мы как раз те, которые исполняют его посольство. Евреям 11, 38. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Ефесянам 6, 20. До которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Напоминаю о цене нашей. Чтобы мир сотворить, Богу достаточно было сказать слово и явилось. Но чтобы искупить одну душу, он должен был вочеловечиться и претерпеть мучения и крест. Медленно, медленно Царство Божие наполняется. И именно сегодня большинство молитв наших только лишь определяет, на какую сторону мы решимся встать. А иконы будут вечности? Мы ведь так любим иконы. И без них мы уже замерзли. И поклон не знаем, какую сторону сделать. И молитва наша застряла на языке. Не будут там они уже, не нужны. А для чего же они там нужны? Икона лишь образ того, кому кто не видим. А теперь уже все наяву. Исекиэль 20.35 И приведу вас в пустыню народов и там буду судиться с вами лицом к лицу. 1 Яна 3.2 Возлюбленные мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Ты вот это никогда не считал? Здесь я где-то пишу об этом. Дважды повторил это слово. Медленно, медленно. А здесь интонация совершенно другая. Медленно, медленно Царство Божие наполняется. Здесь никакого повышения голоса нельзя делать. Именно еще и сказать тише. Дальше. 1 Яна 3.2 Возлюбленные мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будь и подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Икона только напоминала и звала, а колокола тоже не будет, ибо кого звать на молитву, если все и всегда будут вместе с ангелами. А раз мы идем туда, то нужно сказать, что нужно это реально представлять. Святые, которые достигали вершины совершенства, были называемыми ангелами во плоти, или небесными человеками на небе, а ангелами на земле. Эти люди, однажды услышав о Христе, как Антоний Великий, сразу же решительно встали на другую сторону. То есть не боялись менять свои взгляды, поменял взгляд. А у нас непрерывное колебание, то ли это от Бога, или не от Бога, что это важно или не важно. Важно все, что прославляет Христа. Все, что вне Бога, то как бы и не существующее. Никто же не стоит на перекрестке. Первые четыре заповеди, данные через Моисея, определяют наше взаимоотношение с Богом. Другие шесть, как нам относиться друг к другу. И они направлены только на то, подчиняемся ли мы первым четырем заповедям. В ближнем своем видим ли мы образ Божий. Образ дьявола мы и не видим, но объявляем борьбу ему, а не человеку. Человек лишь сосуд, Бога или дьявола. Люди мира нет разницы, как ты колбу пальца приложишь. Воюют против истинных верующих, в основном верующих. Против плохих верующих воюют и люди мира. Спорят, делят с ними что-то. Долго ли ты в службу стоишь? Им нет до тебя дела. Люди мира выводят другое определение, чтобы люди любили друг друга и никто никому не мешал. Нормально жили. Им нужно жить нормально, чтобы погибать. А им людям мерзким. Нормально надо жить, чтобы погибнуть. Иные говорят по-горбачевски о общечеловеческих ценностях. Нет таких ценностей и ничего нормального нет. Есть определение всего этого только согласно с Библией. Жить по заповедям Христовым. Евангелие будет в вечности? Обязательно. Евангелием будет наполнена вся вселенная. И ангел будет трубить, что битва закончилась. Откровение 21. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Сколько веков люди приносили жертвы статуям императоров и божеств Венере, Юпитеру. И никто не думал, что это плохо и очень плохо. И вдруг оказалось, что это все шло демоном. Салон 105.37 И приносили сыновей своих и дочерей своих жертву бесам. 1 Коринфянам 10.20 Нет, но что язычники приносят жертвы? Приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Вот это да. Ни одного беса никто не видел. А Павел понимал, что это общение с бесами. Где ложь, там демон. И на это не надо даже каких слов возражать. Определенно еще бесам приносят. Какие бесы? Родители наши приносили. Не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Дальше уже не разговаривают. Вы общаетесь с бесами. Где ложь, там дьявол. Где ложь, там нету истины. Христос, есть истинная жизнь. Ничто лживое не войдет в Царствие Божие. И поэтому мы должны проверять свою жизнь ежедневно. На острие ходим. И есть у человека желание. Он свободно валится налево. Есть дразновение шествовать по пути к небу. Значит, направо. Дерзновение, смелость. Дерзновение. А название какое? Евреям 4,16. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 10,19. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. В то время, когда я говорил, готовился к этим занятиям, у меня там стоит сооружение такое трехэтажное, балерина на кривых таких столбах, башня, летняя резиденция Игнатия Начальника, аббревиатура такая, то я называю цифры, сколько раз слова сейчас я пальцем тыкал и считал. Тогда не было интернета, сейчас поисковик такой, Тимофей Ха, сделал, дай бог ему всего хорошего. Вручную считал. А если где-то нужен симфоний, не было, на них канонические, как? Опять заново пересчитывал, высчитывал, столько раз, сколько раз надо было, столько раз пересчитывал неканонические книги. Дальше. Евреям Ефесянам 3.12 В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в него. Ефесянам 6.19 И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. 1 Тимофея 3.13 Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Дерзновение как встречается дальше? Посредине никто не может устоять. Столько раз во время богослужения слышим молитву Отче наш. Столько раз требуется определиться, с Богом ты или с Лукавым? Избави меня от Лукавого. Зачем ты считаешь избави, когда за Лукавого ухватился и не выпускаешь его? Если мы не дети Отца Небесного, то значит дети змея и порождение ехидны. Мы как бы кричим, что если не прощай ближнему, то и ты мне не прощай. Нет ни одного движения, которое бы человек сделал нейтрально. Это куда-то и такому-то. Расходясь, мы целую неделю будем подтверждать руками, ногами, жестами, миганием глазами, что мы ели, что пили, как вставали, все будет говорить влево или вправо. Когда человек уже изнемогает от своей дурости, уже хлеще через край, то я прошу сесть и на бумаге исследовать, как и от чего так приглупо везде получается и почему все гибнет по дурости беспросветной. Постоянно идут пожары. Отчего? Где-то был огонь без хозяев. Но печь топящуюся нельзя оставлять без присмотра. Зачем же нарушил? Кто заставляет так делать, чтобы огонь выпадал и потом ты на угольках слезы лил, пытался потушить пожар? Богу же это не угодно. Дьявол не допускает делать анализ, потому что при прояснении обстановки ты можешь уже встать на правую сторону добра и сохранения. И вот ничего нет. Какие-то гнилые подпорки сразу подставляют. На глазах ясно видно, без Бога нет жизни никакой, какой бы он ни был человек. Он облеплен уголовным кодексом. В любой момент он даже не знает как совершиться. У нас первый секретарь КПРФ, КПСС даже был, первый секретарь по идеологии в Мамовском районе. Я стал говорить, я говорю, вот хороший человек к нам, кому не спережал. Он говорит, да он сидит в тюрьме. Да вы что? Да он же сейчас был у губернатора помощник. Сын его уже, Юрий, говорит, три года сидит. Я говорю, да не может быть. Она говорит, я и прокурор. И помп прокурора приехала нынче, летом, говорит, Куфаев. Кажется, Владимир Алексеевич, что ли, наоборот. В самом деле, что деньги, которые давали, где-то отпускало государство на подъем ферберского хозяйства, они сумели миллионы эти забрать себе. Вот сидит, выйдет он миллионер. Дальше. Сафония 2.1. Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необычный. Себя исследуйте? Откуда у тебя упрямство-то такое? Когда оно появилось? Почему ты противишься Слову Божию? Иоанна 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. 2 Коринфянам 13.5. И испытывайте самих себя. В вере ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? У нас Христос, оно не сатана, не демон, который лживый видел пророк Михея, вошел. И нигде не написано, что вышел. Я первый подметил. Нигде это не говорят. Но не написано, что они вышли без этого человека. Исследуйте время от времени. Принял крещение, а потом он спрашивает, а что я теперь должен делать? А теперь всей своей жизнью ежеминутно подтвердить нужно, что ты избрал правое, не ту поплеванную тобой левую сторону в крещении. Избираю, избираю Бога и ничего кроме Бога. 5 мая, святая Ирина, дьявол там кричал, я друг пьяницы всех блудников. Ты это услышал один раз и уже знай, что если в эти грехи полезешь, то готова тебе вечность с сатаной, твоим недугом, твоим другом. А то придумали алкозависимость, болезнь, лечить его надо от алкоголизма. Это все сатана придумал, все подобные лечения. И видно, что я оборвана и ничего дальше нету, 11. Видимо, перекрутил кассеты и больше ничего не было. Все пока на этом. Но смысл понятен.